Центробанк снизил ключевую ставку с 14 до 11 процентов и допустил, что и в дальнейшем показатель будет снижаться. Здравствуйте, вы смотрите новости Верхниками, а в студии работает Мария Коноплёва и вот главная тема выпуска. Новое кладбище в Уссулии всё ещё стоит в воде. Как планируют осушать территорию и будет ли перезахоронение? Проспект Ленина в новом обличии. На участке от Пятилетки до Тельмана вовсю кипит работа. Укладываются ли в срок подрядчики? Весёлые и находчивые будущие строители. Какую награду привезли студенты с Краевого кубка КВН? Долгожданное лето постепенно приходит в Пермский край. По прогнозам синоптиков, на следующей неделе температура воздуха поднимется выше 20 градусов, а тучи рассеются над нашим регионом. Правда, в выходные пройдут дожди с грозами. В эти выходные обходите деревья и рекламные конструкции. Возможны порывы ветра до 18 метров в секунду. Ночью станут теплее. За счёт этого поднимается и температура днём. Она будет постепенно приближаться к климатической норме и может достигнуть отметки плюс 20 градусов. По предварительным прогнозам синоптиков, вся следующая неделя будет тёплой. В первой половине июня столбик термометра достигнет отметки в плюс 30 градусов. Вспоминаем, что под палящим солнцем долго находиться нельзя и достаем из гардероба летнюю одежду. Талые воды и вдобавок проливные дожди. Герои нашего следующего сюжета уже несколько месяцев не могут посетить родных на кладбище. Могилы до сих пор стоят в воде. Какие принимаются меры по осушению местности и перезахоронят ли усопших, расскажет Ксения Калугина. Дед умер, мы похоронили его 26-го. Ой, как положено, мы поехали на усольское кладбище. Недавно мы рассказывали историю Ольги Ланг, которая в феврале похоронила отца на новом кладбище в Усолье. Беда пришла в их семью. По весне новое оборудованное, как им сказали, место оказалось полностью в воде. К родным не подступиться. Помимо отца Ольги, там похоронено ещё семь человек. Когда началась весна, мы приехали сюда, чтобы посмотреть, попроведать. И вот увидели вот такую картину. Семья у нас небольшая, я одна дочь. Поэтому мы отца тоже очень любили. И поэтому сами понимаете, что вот так мы не можем это всё дело допустить. Единственная любимая дочь стала бить во все колокола, чтобы как-то решить ситуацию. Для неё оставить всё как есть просто неприемлемо. Мы направляли запрос в администрацию, чтобы понять, как решается проблема. И выяснили некоторые подробности. Захоронение на подготовленном участке предполагалось производить с лета 2022 года после выполнения мероприятий по отводу талой воды. Но в связи с отсутствием свободных площадей на старом кладбище с февраля произведено 8 захоронений на расчищенном участке. Ввиду обильного снеготаяния и переувлажнения грунта на данной территории образовался застой воды. Данная территория находится в ведомстве кладбища ещё с 1861 года, но ранее не использовалась. Работы по подготовке данного места велись с осени 2021 года. Расчистили часть территории от деревьев, провели планировку участка и построили щебёночную дорогу. А теперь предпринимаются меры по высушиванию кладбища. Подрядной организацией разработана дренажная канава для отведения воды с территории захоронений. К началу июня планируется разработать дополнительные дренажные канавы по всему периметру нового кладбища. Помимо этого, выполнены работы по устройству пропускной трубы. Но пока ситуация не меняется. К могилам также не подойти. В администрации пояснили, что работы по эксгумации и перезахоронению останков умерших администрация проводить не планирует. Согласно положению об организации похоронного дела в Березняках, это можно сделать по обращению супруга умершего или близкого родственника. По вопросам перезахоронения можно обратиться в службу благоустройства. Напомним, что сейчас прокуратурой по данному факту ведется проверка. Мы продолжим следить за этой ситуацией. Ксения Калугина, Степан Некрасов, Новости Верхниками. К новостям региональным. На трассе Перми-Екатеринбург сегодня обвалился пешеходный мост. Водитель КамАЗа забыл опустить кузов и протаранил конструкцию. Его госпитализировали в Кунгурскую больницу. ЧП произошло утром 27 мая на 55-м километре федеральной трассы Перми-Екатеринбург. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не опустил кузов и снес наземный пешеходный переход. Объект еще не был введен в эксплуатацию. Кабину самосвала буквально расплющило, но водитель чудом остался жив. Спасателям пришлось вырезать его из искореженной кабины. В результате происшествия водитель получил различные травмы и был доставлен в больницу. Больше никто не пострадал. Движение на автодороге восстановлено. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Напомним, это уже второе обрушение моста на трассе Перми-Екатеринбург за последний год. Первое ЧП произошло 28 сентября прошлого года. Тогда погибли два водителя. Причиной также стало несоблюдение водителям грузовика правил безопасности. В ГИБДД просят водителей большегрузов быть внимательнее. В Березняках продолжается реконструкция проспекта Ленина. Сейчас на участке открыто движение только в сторону улицы Тельмана от Пятилетки. Что появится на обновленном участке дороги и есть ли отставание от графика, уже знает Сергей Калиник. Конкурс по ремонту проспекта Ленина от улицы Пятилетки до улицы Коммунистическая выиграла Уральская строительная компания. Работы начались осенью. Тогда принялись за устройство ливневки и электромонтажные работы. Сейчас в одну сторону сделано щебеночное основание. Идут работы по установке бордюров и разделительного газона. Также поставят новые остановочные павильоны. Транспортные потоки по итогу капитального ремонта будут разделены. То есть безопасность тем самым повысится на этом участке. Ну в общем двухстороннее будет, двухполосное движение в каждом направлении. То есть будут организованы съезды, развороты, выполнены пешеходные переходы дополнительные, обустроены. Сам же участок протяженностью 550 метров. Стоимость работ немногим более 108 миллионов рублей. Что радует, из городского бюджета потратили только 10% от этой суммы. Большую часть затрат взял на себя Край. Сейчас движение по этому участку идет только в одном направлении. От улицы Пятилетки в сторону Коммунистической. Сейчас работы по одной полосе у подрядчика подходят, скажем, к определенной стадии. То есть он уложил щебеночное основание и планирует переключиться на другую полосу. То есть, скажем, будут моменты, когда мы начнем перекрывать ту полосу, которая сейчас открыта. Поэтому движение будет ограничиваться на определенных участках. Об этом заранее будем объявлять. Наверняка каждый водитель помнит о том, как в этом месте на перекрестке проспекта Ленина с улицы Сарычева перебегали пешеходы, буквально бросаясь под колеса. Проблема к ноябрю исчезнет. Здесь установят пешеходный переход. Еще о пешеходах. Тротуары также будут отремонтированы. По обеим сторонам наконец-то появятся парковочные карманы. Срок завершения – ноябрь этого года. Капитальный ремонт идет согласно графика. Сергей Калиник, Дмитрий Воронушкин. Новости в Верхнекоме. Россияне рассказали, какие продукты стали хуже по качеству. Треть граждан ответили, что упало качество колбасных изделий. Около четверти считают, что в худшую сторону изменились консервы. Та же картина, по мнению россиян, с овощами, кофе, кондитерскими изделиями и хлебом. Мы вышли на улицы Березняков, чтобы узнать, как считают наши горожане. Наверное, колбасные больше изделия. Ну, как бы немножко ненатуральные. Много очень стали продуктов туда добавлять лишних. Добавки, ешки. То есть, если почитать состав, то даже покупать не хочется. Практически все. Молочные, колбасные. Ну, фрукты вот. Куритая, да? Да. А чем? Ну, какие-то искусственные. Безвкусные. Сыр. Сыр, да? Да. А что изменилось? Он стал слишком мягкий. Невкусный, соленый. Практически все, особенно молочные, рыбные. И мясные полуфабрикаты, одна синтетика. Из молочных нытвинская продукция нехорошего качества стала. Больше предпочитаю верщагинскую. Кунгур. Там ничего вообще качества нету. Огурцы дохлые, помидоры текут все. Какое-то качество. А цена 250 рублей. Хуже не стало, но... Дороже стало. Молодость, достаток и образование. Главные спутники успеха в современной России. Такие данные обнародовал ВЦОМ. В нашем городе есть все для того, чтобы стать успешным. Рабочие места для молодежи и компаний, в которых можно развиваться. Следующий сюжет о предприятии, которое на мировом уровне доказало, что оно в ответе за каждого принятого сотрудника. Еще 10 лет назад на месте промплощадки Усольского калийного комбината была Тайга. Это предприятие называют настоящим индустриальным чудом. Сегодня на поверхности и в шахте трудятся почти 3000 человек из Березняков, Усолья, Соликамска. На предприятии неукоснительно соблюдаются нормы трудового законодательства. На первом месте безопасность на производстве и охрана труда. Квалификация сотрудников постоянно повышается. В основу, потому что ложится технологический процесс и технологическое оборудование. Молодого рабочего Михаила Владыкина мы встретили в обучающем центре на Усольском калийном комбинате. Он трудится всего два месяца. Работает на участке гидрозакладки. В качестве работодателя Еврахим выбрал не случайно. Стабильное развитие предприятия, комфортные условия труда, ну и возможность калийного роста, обучения и движения вперед. К настоящему моменту индивидуальные этапы обучения прошли 100 человек из числа молодых специалистов. Почти 70 бывших студентов сегодня уже находятся на позициях руководителей и специалистов предприятия. А это уже краевая столица, дворец имени Гагарина. Здесь собрались десятки представителей предприятий нашего и соседних регионов. На сцене чествуют лучших. Усольский калийный комбинат компании «Еврахим» получает престижную награду. Он стал победителем конкурса на лучшую организацию рабочих мест в Пермском крае и занял третье место на Всероссийском Олимпе. Порядка 20 предприятий участвовали, победители определились, самые достойные это раз. Второе, нас радует, что и на федеральном уровне вошли в число призеров, что доказывает о том, что компания осуществляет социально-экономическую политику по трудоустройству, развитие промышлета потенциала, что очень важно в настоящее время. Компания развивает свою социальную политику во многих направлениях, таких как предоставление санторно-курортного лечения для наших работников, финансирование культмассовых и спортивных мероприятий. Мы обеспечиваем получение нашим работникам высшего образования в ведущих технических вузах региона. Так что теперь «Еврахиму» остается поддерживать столь высокую заданную планку, а горно-рабочий Михаил Владыкин уже на практике увидел, что работает в компании, которая заботится о своих сотрудниках. Евгения Кокшарова, Степан Некрасов, Новости Верхнекомьян. Веселые и находчивые строители. В апреле команда КВН студенческого строительного отряда «Камелот» вернулась с краевого кубка КВН с заслуженной бронзой. Сейчас они готовятся выступить в четверть финале, чем удивят жюри березняковские студенты, узнавала Ксения Калугина. Вот это да! Ты прикинь, как дворец молодежи за ночь отремонтировали. И без нас. Существует миф, что студенты строительных специальностей смотрят на мир по-особому. Они не могут просто наслаждаться красивым ремонтом, а постоянно ищут в нем изъяны. Эти ребята идут против системы. Они считают, что на все нужно смотреть с юмором. Именно поэтому они играют в КВН. Но мы выбрали КВН! Да-да! В команде у каждого своя роль. Роль Алисы Федосеева – вечно опаздывающая маленькая девочка, которая что-то не понимает и не все умеет делать. Кстати, попала она в команду для себя неожиданно, но втянулась сразу. Появились и первые результаты. Просто собирали команду КВН. Я такая, ну, можно попробовать. Потому что, ну, это что-то новое, это что-то интересное. Значит, можно, надо туда идти. И вот так вот и получилось, что мы собрали команду. В итоге съездили. Съездили очень хорошо. Привезли кубок. И вот так и получилось, что я теперь здесь в команде. И мы вот будем второй раз уже выезжать. Капитан команды Денис Новожилов на сцене давно, можно сказать, с самого детства. Поэтому организовать свою команду не составило труда. Да и цель на краевом студенческом фестивале КВН масштабная. И это не только искрометно шутить, но и добавить в выступление свою изюминку. Подача строительная, конечно, юморка строительного хочется. Нету, наверное, таких команд молодых в Перми, которые прям про стройку шутят. И хочется показать, конечно, суровый труд строителей в такой смешной форме. 23 апреля в Перми состоялся первый кубок КВН СПО Пермского края. В юмористическую битву вступили 17 команд из разных городов Прикамья. Команда строительного отряда «Камелот» покорила сердца жюри и зрителей и привезла малый кубок КВН в родные Березники. И команде КВН «Камелот» Березничевский политехнический техникум. КВН в регионе активно развивается. В этом году правительство Пермского края и телевизионное творческое объединение «АМИК» заключили меморандум о сотрудничестве, по которому игры Первой Лиги Международного Союза КВН в 2022-2025 годах будут проходить в Прикамье. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечает, что КВН в Прикамье – самое массовое молодежное движение. В прошлом году мы решили, что необходимо возвращать наше КВН-движение на федеральный уровень, ведь у нас много любителей этой игры и имеются хорошие традиции. Движение КВН в Прикамье стремительно развивается, а подписание меморандума между регионом и «АМИК» – еще один большой шаг в этом направлении. Мы обязательно продолжим поддерживать и игру, и команды, чтобы они заявляли о себе и нашем регионе. А наша команда оттачивает сценки и вносит последние коррективы, ведь уже 29 мая в Перми состоится 1-4 финала КВН-СПО Пермского края. Желаем нашим студентам вернуться уже с Большим Кубком. Ксения Калугина, Степан Некрасов, Новости Верхникамия. Пермь встречай! 9 июня в прокат выйдет картина «Одна», снимавшаяся в Губахе. В Соликамске стабилизировалась ситуация с паводком. Рубрику «Верхниками сегодня» подготовила Евгения Кокширова. Добрый вечер, наши телезрители. Начнем с хорошей новости из Целикамска, вернее, с поселка Тюлькино, который пострадал от паводка. На сегодняшнее утро зафиксировано освобождение от воды пяти придомовых территорий поселка Тюлькино. Паводковая обстановка стабилизировалась. Вода ушла на 15 сантиметров за последние 12 часов. На 9 июня назначен выход фильма «Одна», некоторые эпизоды которого снимались рядом с поселком Усево, недалеко от Губахи. Главные роли исполнили молодые актеры Надежда Калиганова и Максим Иванов. Сюжет фильма основан на реальных событиях. Будучи 20-летней студенткой, Лариса возвращалась с мужем из свадебного путешествия в Благовещенск. Самолет Ан-24 столкнулся с бомбардировщиком. Хрупкая девушка выжила при падении с высоты 5200 метров. Ее случай выживания вошел в Книгу рекордов Гиннеса. Положительный пример из Губахи. Активисты Губаха Трейл пробежку выходного дня совместили с двумя акциями – экологической и благотворительной. Миссия губахинцев была двойной – сделать чистым склон крестовой, пространство у детской площадки и помочь маленькому мальчику. В итоге 15 человек собрали 15 мешков с мусором в окрестностях Рудянского споя. Энтузиасты решили продолжить экологическую акцию в городе около центральной библиотеки. Объектом для уборки стала детская площадка с прилегающей территорией. Также активисты провели еще и сбор средств для помощи Володику Сарксян. Удалось собрать 10 300 рублей. Все средства направлены семье мальчика. Александровцы тоже хотят сделать свой город чистым. Уже завтра там состоится городской субботник. Сектор по экологии администрации округа совместно с волонтерами приглашает всех неравнодушных жителей принять участие в экологической акции. Все, кому не безразлично состояние улиц и дворов, могут присоединиться к этой инициативе. Сбор завтра 28 мая в 15.00 у магазина «Морковка» по адресу город Александровск, улица Кирова, 11. С собой иметь перчатки, мешки для сбора мусора. Рубрику «Верхниками» сегодня подготовила Евгения Кокшарова. Гордость Пермского края. Юный березняковец Родион Вердие победил во всероссийском конкурсе «Моя законотворческая инициатива». Среди 15.000 участников в возрасте до 30 лет равных семикласснику не нашлось. Сергей Коленик встретился с одаренным победителем. Тревожные цифры за первую половину 2019 года несовершеннолетние совершили более 22.000 преступлений по всей стране. С этой проблемой ученик Первого лицея Родион Вердие выступил на конкурсе «Моя законотворческая инициатива 2022». Молодой человек считает, что детскую преступность можно предупредить, если в школе больше уделять внимание юридической грамотности. Ученик седьмого класса Родион предложил усовершенствовать российское законодательство. Выступил перед строгим жюри с темой «Правовая культура в контексте совершенствования образования в России». Естественно, волнительно, участников было много, все поделились по секциям. Первая секция по образованию наук и здравоохранения культуры также была и вторая секция с таким же названием. Жюри было достаточно суровым, но это в некоторой степени даже хорошо для меня. В целом, когда сам конкурс проходил, напряжение эмоциональное, оно было достаточно большим. По итогам конкурса среди более чем 240 соискателей из 67 субъектов России в номинации «Образование, наука, здравоохранение и культура» Родион занял первое место. После окончания школы Родион Вердье, конечно, будет поступать на юридический, чтобы пойти по стопам своих родных и продолжать семейную династию. Бабушка и дедушка Родиона известны в городе адвокаты Кондратьевы, так что молодому человеку есть с кого брать пример. Если в ближайшее время в российских школах введут еще один предмет, где будут преподавать основы права, то знайте, это благодаря Родиону. Работы многих победителей в последующем воплотятся в жизнь. Всех, в том числе и Родиона, внесли в реестр одаренных детей России. Сам же конкурс проходил на прошлой неделе в Москве в Центре креативных индустрий «Артплей». Сергей Коленик, Степан Некрасов, Новости Верхникаме. Для ребенка самый лучший подарок тот, который он выбрал сам. Телекомпания «Верхниками ТВ» дарит такую возможность. В группе ВКонтакте проходит конкурс, где вы можете выиграть сертификат в детский магазин. Для этого нужно создать рисунок. Рисунок должен быть связан с тематикой нашей телекомпании. Ребенок может нарисовать корреспондентов, ведущих или себя в роли сотрудника компании. Стоп-конкурса объявим 30 мая в 7 вечера. А победителя определим совместно через голосование в группе ВКонтакте «Верхниками ТВ». Наш добрый спонсор сеть магазинов «Непоседа» уже подготовил для победителей сертификаты на 1000, 3000 и 5000 рублей. Кстати, уже появились первые работы. Участвуйте и вы в розыгрыше сертификатов. Загружайте фоторисунка в конкурсный альбом. Не забудьте указать имя, фамилию, возраст ребенка, а также название шедевра. Делайте новости вместе с нами. Снимайте эксклюзивное видео городских происшествий или интересных событий. Присылайте нам и становитесь мобильным репортером программы «Новости Верхникамия». Мы ждем ваших сообщений на электронную почту tnt.newssobacamail.ru или по телефону 26 28 17. Автор лучшего ролика недели получит сертификат на 1000 рублей в золотой магазин. Это были главные новости Верхникамия. В студии работала Мария Коноплева. Далее вас ждет прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и хороших вам выходных. Внимание! В кудеснике обновление коллекции входных и межкомнатных дверей. Скидки на выставочные образцы до 35%. Успевайте купить качественные двери с большой выгодой. Спонсор прогноза погоды – многопрофильная клиника МИДСИ. МИДСИ оказывает полный комплекс медицинских услуг, квалифицированные специалисты, новейшее оборудование, забота о клиентах и широкий выбор предоставляемых услуг. 28 мая в Пермском крае синоптики прогнозируют нам переменную облачность, местами пройдут дожди. В Александровске плюс 16, в Кизеле столбик термометра будет на отметке плюс 15, в Соликамске также плюс 15 градусов. В Березняках в субботу температура воздуха ночью плюс 10, в дневные часы плюс 16 градусов. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба, ветер южный 5-6 метров в секунду. 28 мая днем солнечная активность низкая, геомагнитное поле слабо возмущенное. 29 мая будет облачно, пройдут дожди. В Александровске плюс 16, в Кизеле столбик термометра будет на отметке плюс 15, в Соликамске также плюс 16 градусов. В Березняках в воскресенье температура воздуха ночью плюс 10, в дневные часы плюс 16 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный 10-11 метров в секунду. 29 мая днем солнечная активность низкая, геомагнитное поле слабо возмущенное. Что ты рисуешь? Двери дома. Правильно, дом начинается с дверей, а наш с дверей Аргус. Сейф Двери Аргус. Высший класс по шумоизоляции и прочности. Взломостойкие замки. Тихо и безопасно в вашем доме. Двери Аргус. Только в салонах Кудесник. Благодаря зрению человек способен познавать красоту окружающего мира и наслаждаться ей. Восстановление зрения в клинике МЕДСИ – это возможность вернуться к привычному образу жизни. МЕДСИ. Медицина компетенций. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.